Доброе утро, коллеги. Спасибо, Володя, за представление. Надеюсь, не лучшие годы, еще что-то хорошее осталось впереди у меня. И продолжает посвящать. Продолжает посвящать. Вот так вот хорошо. Я уже некоторый второй или третий год подряд чувствую себя в приятном плане белой вороной на сессиях этого форума, потому что на самом деле всегда мы ведем дискуссию в основном с партнерами. Партнеры делятся своими соображениями, наблюдениями, которые иногда совпадают с тем, что видят и думают маркетологи, иногда не совпадают. Но сегодня у меня задача, опять же, попытаться чуть-чуть вынырнуть из юридического рынка как такового, и украинского, и глобального, и посмотреть на те вещи, поделиться с вами теми вещами, которые задают маркетинговые и коммуникационные тренды в мире. Потому что так или иначе юристы и юридические фирмы всегда будут ориентироваться на своих клиентов, а наши любимые клиенты — это самая крупная, самая богатая и самая успешная компания мира. И этот год был очень интересным для наших клиентов. На самом деле глобальные коммуникационные тенденции обычно обсуждаются на коммуникационном форуме в Давосе, который проходит раз в году, в марте. И то, о чем говорили в этом году, расскажу вам коротко, и о тех челленджах и вызовах, которые наши клиенты перед собой видят, и о том, как мы, юристы, будем вынуждены на них реагировать. Также юридический рынок, на мой взгляд, подвинулся намного вперед и уделяет еще больше внимания профессии юридического маркетинга или направления функции юридического маркетинга. И, как вам, я надеюсь, большинству из вас известно, уже второй год подряд в рамках ежегодной конференции IBA проходит отдельный день, посвященный исключительно вопросам юридического маркетинга. И если в начале этой программы в Вене в 2015 году на мероприятие собралось всего 50 BD маркетинг-директоров со всего мира, в этом году в Вашингтоне участников было уже 150. Поэтому у нас есть новая площадка, где говорить о юридическом маркетинге. Пожалуйста, имейте ее в виду и не забывайте. И все те тренды и тенденции коммуникационные, о которых я буду говорить сегодня, это вот как раз те тренды, которые не просто мы можем прочесть в неких отчетах или, скажем, в бизнес-ревью или в финансиал-таймс. Это те вещи, которые наши коллеги из юрбиза в том числе подтверждают в устных разговорах, подтверждают в обсуждениях за круглым столом, что они у себя в фирме это видят или делают, или надеются увидеть. Итак, сразу хочу буквально очень коротко сказать все-таки о глобальных коммуникационных вызовах 2017 года. Но самое первое и основное, подтверждение, которое мы видели в этом году как минимум дважды, это мировой кризис доверия. О чем идет речь? Речь идет о том, что в этом году глобальные компании имеют дело, наверное, с самым глубоким репутационным кризисом и кризисом доверия, в принципе, за всю свою историю. Не доверяют политикам, не доверяют большим корпорациям, не доверяют банкам, не доверяют сильным мира сего и, как результат, также не доверяют крупным юридическим фирмам, которые их обслуживают, хотим мы этого или нет. То есть, условно говоря, точно так же, как иногда юристы пытаются капитализировать на чужих сильных брендах, на брендах наших клиентов. Вот в этом году это как раз может потенциально сослужить нам плохую службу. То есть, в этом году мы видим обратный эффект, стоять рядом с сильным брендом. Ну и второй мировой коммуникационный вызов, о котором уже говорили сегодня многие спикеры, в том числе Аня, много посвятила этому времени, это технологии, которые изменяют мир. И по оценкам экономистов, с одной стороны, мир на самом деле изменяется, но с другой стороны, технологии, к сожалению, углубляют разрыв между богатыми и бедными, который, по сути, и привел нас к тому кризису доверия, который мы в этом году очень отчетливо наблюдали. То есть, поговорим о примерах только этого года. То есть, все аналитики связывают произошедшее событие именно с кризисом доверия. Технологии, которые изменяют мир, еще раз к чему приводят, то есть, еще меньше рабочих мест, технологии заменяют людей, в том числе в юридическом бизнесе, еще больше разрыв между, еще больше неравенства между социальными группами. Но, собственно, почему мы об этом говорим? И что это значит для юридического рынка? Во-первых, юридический рынок будет так или иначе наследовать те стратегии наших клиентов. А наши клиенты сейчас занимаются разработкой новых миссий, разработкой новых планов на будущее, которые все построены на задачу confront distrust, то есть, как бороться с недоверием. И коммуникационные лидеры сейчас практически все соглашаются с тем, что единственный способ, как глобальные компании будут это делать, это через огромное повышение внимания к социальности и этичности своего бизнеса. То есть, по сути, в ближайшее время мы заметим изменение коммуникации глобальных компаний наших клиентов, которые будут при каждой возможности говорить нам о том, насколько они честны, насколько они эффективны и насколько эффективны и замечательно они управляют рисками. От компаний сейчас ожидают не просто предупреждать риски, а рассказывать обществу, что они делают больше, что они делают исключительно для общества, то от компаний будут требовать рассказывать обществу о том, что они делают для сокращения социального неравенства, для того, чтобы, условно говоря, мир становился лучше. И в этом году коммуникационные эксперты сходятся к тому, что компаниям не удастся делать это, условно говоря, для отвода глаз, потому что социальные сети набирают обороты. И вот скажу, возможно, об этом еще пару слов. Еще ни одна компания в мире не научилась эффективно управлять рисками в социальных сетях, следить, отслеживать и на самом деле управлять тем, что происходит. Поэтому как только компания будет предпринимать попытку соврать или выдать желаемое за действительное, я думаю, что такая попытка не проживет больше, чем полдня. И то же самое на самом деле компания глобальная будет ожидать от своих юридических консультантов во всем мире. Такие критерии выбора юридических консультантов, как этичность, честность и стопроцентный комплайенс, вполне возможно в следующем году, на протяжении следующих двух лет, станут основополагающими при выборе юридических консультантов как в международной панели, так и на локальном уровне. И вот буквально на слайде вы видите цитату бывшего главы юридического отдела General Electric, который говорит, что на сейчас роль юридического консультанта не просто дать оценку законности того или иного действия своей компании, но также дать оценку, насколько это действие правильно с точки зрения общества, с точки зрения социума. Больше за меньше, Аня прекрасно большую часть этой темы покрыла, она связана однозначно с развитием технологий, и на самом деле клиенты ожидают сейчас от нас, как юридических консультантов, не только, и других своих подрядчиков в том числе, получить больше за меньше. Среди тех трендов, которые еще можно выделить в этом направлении, и как инвестицию, скажем, в инновационное решение, это некоторые примеры так называемого white label в юридических услугах, это по сути, когда система партнерства или система бизнеса, когда продукт производит одна компания, продукт продает другая компания. Таким образом, каждый специализируется на чем-то своем, и очень сильную мы ожидаем коммуникацию в этом году и в следующем году о том, что клиент может купить практически такой же хороший сервис у кого-то не с таким дорогим и большим брендом. То есть такой месседж в разных обертках и в разных оборотах мы будем на протяжении следующих нескольких лет однозначно видеть. Искусственный интеллект в юридическом бизнесе сейчас пытаются применять на глобальном уровне, это как минимум известно о попытках двух юридических фирм внедрить эти инновации для, в первую очередь, удешевления процесса, и, как говорила Аня, для того, чтобы иметь возможность не демпинговать по цене, а на самом деле за счет снижения своих собственных костов дать своему клиенту more for less. Ну и, собственно, тенденции. То есть, опять же, хотела написать, как вы видите, communication trends, но переделала слайд под communication masks. То есть, с чем мы будем иметь дело, по словам наших коллег из юридического бизнеса, в том числе, в ближайший год или два года? Ну, первое, то есть нас будут слушать еще меньше с точки зрения времени. Мы должны научиться донести свое ключевое сообщение уже не в пять минут, которые были актуальны еще в прошлом году, а в рекордные 5-10 секунд. Использовать старые инструменты в новом формате. Ну, как пример, просто приведу вам следующее. В то время, как наши юридические фирмы, не только в Украине, кстати, все еще пишут пресс-релизы. То есть, например, Financial Times свои пресс-релизы уже подает в формате виртуальной реальности. Качество аудитории становится важнее количества. И мы это видим в некоторых примерах даже того, как проводятся сейчас и рейтинги юридические, не только юридические. То есть, эта тенденция видна. То есть, мы все научились нагонять трафик на сайт в соцсети. То есть, сейчас, в следующий год, юридические фирмы будут смотреть на качество того, кто их слушает и кто их читает. Про управление репутацией онлайн я уже сегодня говорила. То есть, все коммуникационные эксперты мировые сходятся к тому, что мы еще не научились. Мир не умеет управлять репутацией онлайн. Коммуникация в реальном времени становится актуальна. Клиенты могут ожидать от нас 24-7 на месседжах. И притом не только in case of emergency, а вот прям всегда. Ну и, что особенно меня радует, что в ближайшие годы юридические фирмы говорят о том, что меньше внимания будут уделять привлечению и удержанию талантов, и, условно говоря, HR бюджетам. И больше внимания будут уделять коммуникациям и продажам. Продолжение следует...